Друзья, всем доброе утро! Я сегодня вот такая вот чумазая с утра сделала маску от Faberlic Beauty Lab. Это у нас маска детокс для лица с древесным углем. Ну, вроде бы как неплохая, они прям так сильно стягивают кожу. Но я иду уже смывать, потому что все уже подсохло. Потом чай буду пить. Не знаю, завтракать я сегодня вообще не хочу. Может, кашу сделаю. Сегодня решила посидеть на яйцах, сварю себе 7 яиц. И буду их на протяжении всего дня есть. Я уже посушила волосы, сейчас пойду возьму яйца, буду есть. Чай себе еще один сделаем. На улице солнышко появилось наконец-то. Какая-то такая пасмурная с утра погода была. Вчера так ветрено, я выходила. Какая-то такая морозь была и дождь непонятно или снег. Кстати, Юра говорит, что обещает в феврале вообще до плюс 15 градусов. Вы представляете, вы слышали такое? Я в шоке. Вот это вот перемена погоды. И раньше такого я не помню вообще, чтобы было. Смещается зима. У меня просто в голове времена года. Я знаю, что у всех по-разному. У меня, допустим, круг я себе рисую в голове. И получается зима вверху. Весна получается вот здесь. Да, для вас это было так. Вот зима, весна, лето и осень. Если смотреть, весна по правую руку. Если смотреть на круг, осень по левую руку. И получается так, что зима уже просто идет на весну, а весна идет на лето. Потому что июнь. Я тогда еще говорила Юре, что смотри, вот июнь как осень. Вот такие дела. Поэтому не зря привычка выработалась ездить в сентябре в Затоку. Да, мы в этом году по-любому в Затоку поедем. Не вижу ничего в этом плохого. Поэтому жду уже сентябрь. Очень-очень быстро летит время. Вообще, буквально недавно был Новый год, девочки. А уже конец января. Девочка спит. Вчера мячик играла с вечером. Моей Буся. Беньке вчера дали лекарства на Холку. Ну, тоже, знаете, пока понять, где Холка. У него голова и попа больше. Голова и попа. И все, да, Беня? И непонятно, где Тахолка и куда ты не достанешь. Накапали ему. Все нормально. Пока что он умывается. Но надеемся, что подействует. Потому что это прям очень сильное средство. Там было всего лишь несколько миллилитров. Очень маленький такой не флакончик, а тюбик. Думаю, все пройдет. Мы вспомнили, что у Шушика нашего предыдущего, ну, тут был такой альбинос. У него тоже очень быстро все прошло. Не знаю, девочки пишут, что пропали крысы. И у свинки пропали, по-моему. Приятного аппетита. Но я вот надеюсь, что мой, очень надеюсь, что будет все хорошо. Смотрите, какое замечательное солнышко. Не хватает витамина Д мне. Пойду я завтракать. Такое она сушила на голове, как у петуха какого-то. Мне нравится, когда челка отрастает, и она вот так вот ложится, как у Ани Лорак. Обожаю. Так, ну что, яйца остыли уже. Вроде когда. И сейчас мы будем их чистить. Я все хочу у девочки выйти в прямой эфир. Знаю, что у нее даже пишут, выходи, выходи. Но, блин, для прямого эфира, поверьте, нужно очень много энергии, чтобы, ну, после прямого эфира просто чувствуешь себя, как будто ты целый день разгружала, разгружала именно какой-то вагон. Со строительными материалами. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, морально ты просто пытаешься успеть как-то ответить правильно, думаешь о том, что ты говоришь. Потому что это все-таки прямой эфир. Знаете, так-то не вырежусь ничего. Можно что-то ляпнуть. И в массы вынести то, что не нужно выносить, допустим, или против, кто будет очень против того, что ты сказала. Хотя, это же не телевидение, я еще раз повторюсь. Тут можно говорить все, что хочешь. Я же все хочу разобрать еще свою коробочку с гель-лаками. Я до сих пор этого не сделала, хотя хотела еще до нового года успеть. Поэтому скоро выйду. Пообщаемся с вами. Венчики, яйцо тоже дам. Ему можно. Поэтому без проблем. Отварное все. Тушеное, но не сильно соленое. Ему можно. Съем 3 яйца. Это будет мой такой плотный завтрак. Попозже, конечно, я еще скумбрию, наверное. Ну, уже съем вечером. Чуть скумбрии. Как Юра приедет с ним поужина. А может, я не буду с ним ужинать. Я, кстати, заметила, что начала ставить бутылку воды возле себя и часто пить воду. И когда часто пьешь воду, не сильно есть хочется. Но есть тоже норма, чтобы метаболизм хорошо работал. Очень вяло себя чувствую. Решила покушать нормально. Потому что мне еще сейчас снимать. Я только что сняла про секонд-хенд видео. Смонтировала, уже вывожу. Вот так у меня скумбрия получилась. Смотрите, какая красота. Пюрешечка. Лимончиком можно полить. Но часу я забыла лимон взять. Сейчас пойду возьму, наверное. Скоро Юра приедет. У нас уже 6 часов ровно. Я столько сегодня монтирую. Сижу за компом. Да снимаю, снимаю. Собираю все файлы в кучу. Это очень трудно, когда они в разных местах. Что на телефон снимала, что на камеру. По-моему, Юрка пришел уже. Пойдемте встречать. Юрка приехал. Привет, привет. Холодно на улице? Я не выходила сегодня. Так, на вечер холодает уже. Прохладненько. Ева ждет. Встретила. Ждет, ждет. Мурмур. Мурмур. Как трактор вообще. Прям так и хочет на меня забыли. Да, сейчас лапа. Уже лапой? Не, не, не. Сейчас лапа пошла. Лапа, лапа. Ага, одна есть. Да и в лапу. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Лапа. И прям так глаза смотрим. Возьми меня на ручки, ну возьми. Мне прислали недавно продукцию. Доктор Санта. Вот эти вот продукты попробовать мне прислали. А вот эти я выбрала сама, на свое усмотрение. Тут тоже можно было для волос выбрать. Там было два варианта, две упаковки. Вот. Я решила попробовать с кокосиком, потому что девочка мне она рекомендовала, поскольку я фабрилик показывала для волос. Я уже пробовала сегодня. Ну, неплохие продукты. Вот волосики мягкие, приятные, напитанные такие. Хорошо расчесываются, блестят. Вот. Ну, у меня сами по себе волосы, в принципе, в хорошем состоянии. Вот этим вот спрейчиком буду пользоваться. Бальзам хорош. У них запах кокосовый. Такой немножко химозный, но на любителя. После того, как я сняла в истории про эти продукты, мне одна девочка написала, что появилась перхоть после этих продуктов у всей семьи. У мамы, сестры, у нее. Поэтому, смотрите, присматривайтесь. Может, у вас будет, может, у вас не будет. Я тоже пока один раз попробовала. Если что, вдруг появится, обязательно сообщу. И вот эти продукты. Помните, с огурчиком? Ну, прям, я очень любила гель для умывания их с огурцом. Мне просто очень нравится этот запах. В принципе, неплохо смывала косметику тот гель. Вот. Это теперь очищающая пенка. Я попробую сейчас даже пойду смывать. И маска-скраб для лица. Это для нормальной и склонной к жирности кожи. Матирующий эффект. У мамы моей жирная кожа. У меня тоже сейчас период такой, когда она жирноватая. Я попробую сейчас, чтобы у меня какое-то мнение сложилось. А потом маме передам. Она тоже любит доктора Санта. Сама покупает. Помните, я вам когда-то не приходила, показывала продукты. Ну, прям этот запах я не могу. Напишите, кто пробовал этот огурец. Нравится вам этот аромат? У меня, конечно, как-то больше кабачком каким-то пахнет. Или зеленой клубникой. Ну, вот. Прям очень освежающий такой. Продукция вся очень дешевая. Вот этот вот весь набор в такой коробке стоит. Стоит. Стоит 13 гривен, если я не ошибаюсь. Я вам ссылку оставлю под видео. Заходите там. Смотрите цены. Можно заказать и как на подарок тоже неплохо. И вот эти продукты тоже там что-то до полтинника стоят. Я уже Юру покормила. Сама съела два киви. Киви такой кислый. Он полежал. Вроде бы стал немножко мягче. Но все равно кислый есть невозможно. И сделала чай мятный. Хочу сегодня пораньше лечь спать. Нужно написать маме. Спросить, когда мы завтра встречаемся с ней. Я вам не говорила. Мы завтра едем на выставку. А на выставку непростую. И не косметическую. Если вы слышите слово выставка от блогера. Сто процентов думаете, что это косметическое. Нет. Эта выставка обувная. И мы хотим просто посмотреть, прицениться, познакомиться с какими-то производителями интересными. Да и вообще посмотреть, что сейчас в моде. Что сейчас производят. Если вам интересно, смотрите завтрашний влог. Я поснимаю вам. Покажу варианты, какие есть. Мама купила мне билет. Прислала уже на почту. Нужно только, не знаю, или печатать его. Или все-таки скачать себе на телефон. Наверное, скачаю на телефон. Чаечек подано, сэр. Мятный. Вкусненький. Девочки, покажу вам. Мне прислала подписчица фотографию после серии с кокосом. Доктор Санте. Волосы так пересушила этой серией, что пришлось тричься. Вот. А другая девочка, сейчас покажу вам. Пишет, что обожает эту серию и покупает уже третью бутылочку. Поэтому она всех действует по-разному. В этом смотрите сами. Все, ребятки. Всем пока. До завтра. Завтра будет веселее, потому что я выберусь из квартиры наконец-то. Но все равно еще много файлов осталось, которые нужно подчищать. Не файл-кат, я уже об этом говорила. И завтра вы увидите маму. Всем желаю хорошего настроения. Всем пока. До завтра. Менечка спит. Сладенько спит. Развалил тут свои. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok